Нас уже ждет гость. Конечно, а вернее гостья. Юлия Марченко, певица и преподаватель вокала. Доброе вам утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, традиционно, рассказывайте, как ваше утро вообще прошло, как встретили новый день. Замечательно встретила, очень хорошо, что наконец-то пошли дождики, потому что май, он, как известно, всегда знаменит своими дождями, и сразу мир расцветает, хочется жить, хочется творить, петь песни, и несмотря на какие-то там трудности временные, происходящие в мире, все равно природа всегда нам говорит о том, что нужно верить в лучшее, вдохновляться и радоваться жизни. Кстати, про это. Как вообще проходит творческий процесс в самоизоляции? Вы знаете, прекрасно проходит творческий процесс. Сейчас появилось свободное время для того, чтобы заняться теми делами, до которых раньше руки не доходили. В данный момент мы с моей группой, с ребятами пишем авторский альбом, записываем авторские песни. Ну, в принципе, что, конечно же, онлайн-уроки по вокалу. В общем, весело. Ну, вы знаете, что почти половина россиян считает, что нужно продолжить, так скажем, удаленку и после пандемии, а вы как к этому относитесь, привыкли уже к этому режиму или все-таки хотите побыстрее тоже выйти из него? Я скажу откровенно, конечно же, я хочу выйти из режима удаленки, потому что для меня, думаю, как и для очень многих людей, живое общение никогда не заменит виртуально. У меня даже есть на эту тему песня, называется она «Диалоги», а там говорится о том, что лучше всегда встречаться и общаться, и видеться. Ну, эта песня была написана еще задолго до того, как все эти события произошли, лет, наверное, за пять. Конечно же, конечно же, я хочу выйти из самоизоляции и общаться вживую. Только так. Но пока приходится выходить из данного режима распространением собственного творчества, собственных идей, скажем так, в сеть. Поэтому прямо сейчас, скажите, порадуйте нас какой-нибудь композицией. Так как у нас преддверие Великого Дня Победы, я бы хотела исполнить фрагмент из очень известной песни «На безымянной высоте». Так. «На безымянной высоте» у незнакомого поселка «На безымянной высоте». Спасибо вам большое за эту прекрасную композицию. Ну что же, приходит время нам прощаться с вами. Желаем вам хорошего настроения, крепкого здоровья и с наступающим вас праздником. Спасибо большое. Конечно, спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в такого рода гостях была певица, преподатель по вокалу, обладательница обворожительного голоса Юлия Марченко. Спасибо.